Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен» в студии Анны Смирнова. И на прямой связи по Вайберу с нами сегодня певец Дмитрий Калдун. Здравствуйте. Добрый день. Я напомню, телефоны прямого эфира 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Вы также можете задавать вопросы нашему гостю. Можно писать в WhatsApp 230 6191. Это номер WhatsApp. Дмитрий, ваш новый клип на песню «Пес бродячий» сейчас активно набирает просмотры в Ютубе. И много довольно лестных комментариев там оставляют пользователи. Всех волнует то, как закончится это. Чем закончилась эта история в клипе вашей с демочкой? Вы знаете, она может быть и не закончится, а может и закончилась. Дело в том, что это достаточно такая распространенная история, когда отношения могут не закончиться ничем. И, в общем, можно ждать продолжения, а можно просто отпустить эту штуку. Но продолжение все-таки следует? Потому что многие говорят, что посмотрев клип, как будто посмотрели кино. Вы знаете, дело в том, что мы снимали этот клип на протяжении практически недели с учетом переездов. Съемочных дней было 4 или 5. Поэтому я думаю, что в ближайшее время обязательно появится, так сказать, полнометражная версия. Все-таки клипы ограничены по времени в силу формата, а появится что-то более длинное. И, возможно, мы узнаем, чем же все закончилось. Это такой мини-фильм, сейчас вы, можно сказать, проанонсировали. Да, короткий метр. Такой, коротенький. Ну и в целом оставляете возможность зрителю для интерпретации о том, какой финал у этой истории. То есть каждый может для себя какое-то прочтение. Мне кажется, это правильно и хорошо, потому что хэппи-энд, ну, тем более с учетом моего сюжета, который представлен в этой песне, вряд ли возможно. Ну вот, кстати, многие из пользователей пишут о том, что хотели бы увидеть вас в кино после этого клипа. Насколько эта идея на перспективу для вас интересна сниматься? Ну, вы знаете, это, наверное, вопрос больше к режиссерам, которые, собственно говоря, утверждают актерский состав. Я не имею большого опыта игры в кино. Я играл всего в одном фильме, который назывался «20 лет без любви», и то играл самого себя, и даже сценария у меня не было. Поэтому я играл просто на экспромте. А что касается театрального опыта, я играл в нескольких мюзиклах, в рок-опере. Не знаю, пока мне такие предложения не поступали, но я бы, думаю, с удовольствием рассмотрел бы их. Ну, кстати, вот вы в одном из интервью говорили о том, что если бы вам предложили сниматься в кино, то, наверное, вы выбрали, если была возможность выбирать лично у вас, то выбрали бы самого грустного персонажа. Это не ирония? Да, обязательно. Нет, выбрал бы самого грустного или самого какого-нибудь, такого, знаете, беззащитного. Вот, у меня это хорошо получается. Почему, как вам кажется, это наиболее образ вам подходит? Ну, не знаю, я вот так дома сижу и чувствую себя в этом образе очень убедительно. И, кстати, Джима Керри, вы сказали, что не против с ним в дуэте сыграть. Ну, да, он был бы самый веселый, а я был бы самый грустный. Поэтому такая штука получилась бы интересной. То есть контраст? Да. Необходим. Кстати, следите ли вы за творчеством ваших коллег, потому что вот у Димы Билана тоже на днях вышел клип, и многие замечают некоторые параллели с вашим. И Алексей Воробьёв, если я не ошибаюсь, тоже там что-то, образ девушки похож. Дело в том, что, понимаете, такие вещи иногда случаются, когда определенные веяния, определенные, ну, какие-то такие вещи витают в воздухе, определенные цвета, определенные формы. Сейчас очень востребовано, ну, кажется так, звучание такое немножко, этот стиль называется нью-ретро, поэтому и соответствующие атрибуты, которые появляются в видеорядах, они могут пересекаться, вот такое бывает. Ну, как раньше, например, все рокеры были кучерявыми, длинноволосыми, блондинами, и никого это не смущало. Так и здесь. Ну, а за коллегами следите, что они выпускают, какой продукт, чтобы... Да, конечно, конечно, ну, а как не следить-то? Надо обязательно. Ну, и как оцениваете в целом? Хорошо всех оцениваю, чудесно. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9, вы также можете звонить, задавать вопросы. Дмитрий Колдун с нами сегодня на прямой связи. Вы, выступая на конкурсе «Евровидение», принесли Беларуси самую рейтинговую, наверное, позицию за всю ее историю. Это пятая позиция, кстати, надо подчеркнуть, они шестая, как многие говорят, потому что, если я не ошибаюсь, Болгария была дисквалифицирована. Ну, это так. Вообще я занял шестое место, да, но если кого-то дисквалифицировали, это уже меня мало касается. Поэтому, ну, пятое, шестое, скажем так, назовем это таким результатом. Ну, из-за плагиата, кажется, там была дисквалификация, но это вот такое уточнение. Но вы сегодня как вспоминаете этот конкурс? Я с удовольствием вспоминаю этот конкурс, хотя сейчас вокруг него очень много, разумеется, всяких скандалов, в основном связанных. Вот сегодня прошла новость, что Венгрия отказалась от участия по поводу того, что там много каких-то настроений нетолерантных, так сказать. Из-за этого они отказались участвовать. Я все-таки считаю, что изначально этот конкурс был призван объединять, а сейчас получается, что очень много склок, скандалов вокруг него. Вот это меня немножко расстраивает. Когда интернета не было, потому что я ездил на этот конкурс, еще интернет вот только-только появлялся, только появлялись вот эти чаты, в которых можно было напрямую общаться с поклонниками. Тогда все было по-другому, сейчас этот конкурс развился до невероятных масштабов. А как мы знаем, любая цивилизация, которая развивается очень быстро, она так же быстро может и рухнуть. Такая не очень радужная перспектива, если так это сделать. Ну, радужный конкурс, перспективы нет. Ну, а смотрите сегодня Евровидение вообще? Да, конечно. Ну, у меня просто свой уже определенный исторический интерес к этому конкурсу. Я саджусь, наливаю себе рюмку коньяка и жду, когда Беларусь займет место повыше. Но пока это не случилось. Пока этого не случилось, потому что, как я напомню, сказал, что вы заняли самую рейтинговую позицию для Беларуси. Ну, поэтому да, поэтому вот так и не удается мне выпить никогда. Ну, помните, кстати, как вас встречали тогда? Как такого? Встречали... Встречали... Встречали с оркестром. Я выходил из самолета, был военный оркестр, люди в форме. Они играли на духовых инструментах. Я сначала подумал, там было столько меди, что я подумал, умер кто-то. А потом следующая мысль была, что меня сейчас в армию заберут, потому что я все-таки не служил, и думаю, за мной пришли, вот я свой долг выполнил, а теперь служить. Но нет, мне вручили какой-то сертификат, и отправили домой с почестями. Так что это было здорово. Ну, а что касается политической подоплеки сегодняшнего конкурса, вы вот в одном из интервью говорили, что даже на детском конкурсе Евровидения вы заметили, что присутствует вот некоторая такая направленность в сторону политики, подчеркивание тех или иных политических моментов. Ну, да, детское Евровидение – это вообще отдельная история. Я просто был, сидел в зале, когда детское Евровидение в прошлом году, по-моему, проходило в Минске. И смысл некоторых песен, которые там были представлены юными участниками, ну, они совсем не для юных, так сказать, умов. То есть там видно, что это пропаганда взрослых, и те темы, которые затрагиваются, там, я не знаю, сексуальное насилие, войны. Климатические темы, кстати. Конкурс лишается, собственно, своей сути названия детское Евровидение. Это уже не детское Евровидение, это просто какая-то борьба на поле детства со стороны взрослых. То есть дети становятся инструментом? Абсолютно точно. Вот раньше пели песни про солнышко, про зайчиков, про то, как кто-то кому-то понравился, как кто-то кого-то взял за руку. Сейчас совсем по-другому, и это тоже очень печально. Можно вспомнить и историю с конкурсом «Голос дети», где также неоднозначная была ситуация с дочерью Алсу, и, в принципе, тоже говорили о том, что ребенок становится заложником вот этих, вот, может быть, амбиций родителей, амбиций взрослых. Я согласен совершенно с этим, не знаю насчет голоса, как все было, но насчет Евровидения это очень очевидно становится, потому что конкурс международный, и здесь уже не амбиции взрослого человека по отношению к своему ребенку, а вообще продвижение каких-то национальных интересов через детские конкурсы. Ну, а сама по себе форма конкурса Евровидения, даже если мы сейчас перейдем от детского к взрослому, требования к артистам, может быть, к их внешности, к исполнению, к жанрам, оно как-то поменялось, вот, концептуально вы это замечаете со временем? Ну, оно меняется точно так же, как и менялась, в принципе, музыка, и дозволенность появляться на сцене в определенных видах, скажем, 20 лет назад никому бы в голову не пришло выходить в колготках и с бородой, поэтому ничего необычного не происходит, это просто отражение нашей действительности, которое происходит в интернете, в первую очередь, появляется на телевидении вот уже оттуда, собственно. Ну, вы к этому как относитесь? Вот к разрушению каких-то стереотипов, может быть, сложившихся в обществе, и как со знаком плюс, или... Я к этому отношусь как к должному, потому что развитие высоких технологий, развитие интернета, развитие коммуникации приводит к большому всплеску различного рода, ну, каких-то, скажем так, особенных вещей, тех вещей, которых мы не можем увидеть на улице, и вот это все, так сказать, яркое, необычное становится трендом, и выходит уже на большую сцену. Вы сегодня поехали бы на Евровидение? Если, ну, будет такое предложение, может быть, идея? Вы знаете, у меня нет подходящего трека для этого конкурса, и я не уверен, что я слишком хорошо разбираюсь в нем. Да, я слежу уже за финалом этого конкурса, когда все выходят на сцену, но там кипит большая жизнь во время подготовки, потому что основная часть подготовки к этому конкурсу – это и есть жизнь. На сцену ты выходишь, просто выносишь песню, и там уже от тебя ничего не зависит, ты все уже отрепетировал. А в этом нужно разбираться, этим нужно жить. Ну, пока я этим не живу, возможно, когда-нибудь захочется. Ну, а политизация как раз не пугает, что артисты, возможно, заложниками становятся в какой-то степени, и даже оценивают не песню, а страну? Ну, как сказал Марк Твен, любое упоминание артиста – это пиар в любом случае. Поэтому сейчас этот конкурс превратился не столько в конкурс музыки, как я уже сказал, а в конкурс просто тщеславия, и кто как больше выпендрится. Поэтому результат порой даже не так важен. Победителя могут забыть, о человеке, который проявил себя ярче всех, могут помнить еще долго. У нас есть звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Можно ли говорить о том, что сегодня на Евровидении побеждают достойно, или все-таки речь идет о политических победах, потому что они секретны, мы это видим, что в голосовании сейчас страны, которые друг с другом конфликтуют, или наоборот находятся в хороших отношениях, они дают в зависимости от этой ситуации какие-то определенные очки. Вот как вы это оцениваете, и насколько это справедливый конкурс? Да, спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, честно сказать, я не эксперт по вопросам голосования, но сама структура голосования, она построена таким образом, что в принципе национальное жюри оставляет за собой полностью право решать, кто получает хорошие или плохие баллы. Потому что сама по себе система голосования зрительского и жюри 50 на 50 подразумевает собой с точки зрения математики такую штуку, что национальное жюри получает результаты зрительского голосования заранее, и у них есть возможность корректировать эти результаты согласно каких-то установкам или какой-то политической ситуации в стране. Не знаю, насколько это нормально, но это так. То есть мы не можем ничего с ним поделать. Поэтому и результаты соответствующие. Иногда тот человек, который становится лучшим по результатам зрительского голосования, он оказывается вообще аутсайдером по голосованию национального жюри, потому что у него есть такое право и у него есть заранее результаты зрительского голосования, которые это жюри может корректировать. То есть справедливость этого конкурса можно поставить под сомнение? Справедливость не знаю, но объективность можно. Напомню также, телефону прямого эфира звоните 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Дмитрий Колдун с нами на прямой связи, российский певец, участник конкурса Евровидения от Беларуси. Ваша победа на фабрике «Звезд-6» она была своего рода показателем для вас, каким-то критерием, может быть, того, что вы выбрали правильный путь в своей творческой жизни? Знаете, я сейчас очень затрудняюсь оценить, насколько это было показателем или нет, потому что для меня в тот момент это не имело никакого значения. Я просто приехал из своего родного Минска и участвовал в этом конкурсе, просто делал, выполнял задания, которые от меня требовались. И в конце концов, наверное, это было своего рода, может быть, даже каким-то протестом, потому что я практически, отстояв в 16-тысячную очередь, выиграл. Я не был ни москвичом, у меня не было никаких связей, я не был знаком ни с какими продюсерами. И вот, наверное, как-то так судьи решили отдать мне эту победу. Но победа была неожиданностью для вас? Абсолютной. Ну, я был ко всему готов, но к победе, во всяком случае, ну как у нас же принято, всегда, чтобы что-то победить, нужно с кем-то договориться. А мне договариваться было не с кем, поэтому я победы и не ждал. Ну, а что касается вот вашего, ну, внутреннего, может быть, такого камертона, если говорить о предназначении, вот я спросила у вас, насколько была эта победа критерием, но вот именно когда вы осознали, что именно в музыке ваше предназначение, или были ли какие-то сомнения по этому поводу, или всегда вот что-то звучало, что это тот путь, который нужен именно вам? Вы знаете, я начал заниматься музыкой достаточно поздно, лет в 17, когда взял в руки инструмент, и с тех пор музыка всегда была моим хобби, я совсем не собирался связывать свою жизнь с музыкой, в силу того, что, ну, в семье у нас были какие-то такие установки, что, ну, типа настоящий мужик должен вот где-то там, не знаю, кирпичи ворочать, и всегда бабушка, когда смотрела телевизор, она говорила, когда выступал очередной артист, особенно почему-то, когда он был с лишним весом, она говорила, вот с такой мордой надо идти на завод, и у меня как-то это отложилось, поэтому я тихонечко играл у себя в спальне на гитаре, там, пел под магнитофонные записи, и в конце концов я не представлял, как можно зарабатывать себе на жизнь, потому что жили мы достаточно бедно, иногда даже были перебои с питанием, поэтому музыка всегда звучала внутри, и только благодаря, наверное, маме, которая верила в меня и отправляла меня на вечные конкурсы, куда-то там участвовать на народный артист, а сперва потом на фабрику звезд, и вот это в какой-то момент просто случилось, не знаю, у меня всегда есть сомнения, правильно ли то, что я занимаюсь музыкой, но я все-таки стараюсь заниматься ей так, чтобы мне самому это нравилось. И брат, кстати, тоже вложил свою лепту, потому что, насколько я помню, он убирался в комнате, пока вы играли на гитаре, и это была такая договоренность между вами, что вы учитесь, а он убирается. Ну да, это был такой симбиоз, потому что я был достаточно неряшливый, но с тех пор ничего не поменялось, но только теперь брат не убирает. Ну, по крайней мере, на тот момент, когда вы учились, было чисто всегда у вас. Ну, потому что я уже научился играть на инструменте, поэтому он больше за мной не убирает. Мы сейчас небольшой перерыв сделаем, и потом вернемся и продолжим. Я напомню, что вы также можете нам звонить, 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Певец Дмитрий Колдун с нами на прямой связи. Оставайтесь с нами тоже. Мы продолжаем. Программа «Абонент доступен». Я Анна Смирнова, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня на прямой связи с нами Дмитрий Колдун. Здравствуйте. Привет. Напомню, что вы также можете нам звонить и писать. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Писать нам можно в WhatsApp. 230-6191. Но вы ведь также спели вместе с группой Scorpions. Вот какое это было взаимодействие? Ну, вы знаете, я сейчас, наверное, многих расстрою, потому что в этот момент, когда мы выступали с группой Scorpions, произошла такая штука, мы должны были выступать и петь. И продюсер Виктор Дробыш, продюсер нашего проекта, попросил у группы Scorpions минус. Ну, инструментал без голоса. Они сказали, мы рокеры, у нас минуса нет. Поэтому на той записи я пою вживую один. А Клаус Майна по нере вот такой рок у нас получился. То есть вы заочно, получается, спели с ними вместе, если так говорить. Ну, почему? Я с ним стоял на сцене и пел. Ну, вы были на одной сцене, это, конечно, да. Да, пел на сцене, пел вживую. А товарищ Клаус, он так. То есть так вам не удалось услышать, как Клаус Майна поет вживую именно? Конечно, удалось. Мы пели живьем в «Звездном доме», когда они приходили на репетицию. Ну, просто у них не оказалось инструментальной вот этой штуки, чтобы спеть на таком не очень-то живом проекте, как «Фабрика звезд». У нас еще есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Сорвался у нас звонок. Перезвоните 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Слушаем вас. Здравствуйте, Дмитрий. Да, слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Вадим. А скажите, пожалуйста, что еще происходит в музыкальном мире Беларуси? Потому что мы-то видим только фактически тех исполнителей, которые на российские центральные каналы попадают. Может быть, посоветуйте, кто там из молодых, если интересно, кого можно поискать, послушать. Спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо. Ну, вы знаете, белорусский музыкальный мир, он всегда был как-то в тени находился, скажем, в отличие от, если мы берем какие-то такие соседние наши страны, всегда Россия была, всегда была ярче, и теперь много украинских исполнителей, которые тоже завоевывают, и в том числе и российский рынок, и белорусский. Что касается Беларуси, вот таких прямо прорывов, если они и происходят, то они все равно происходят где-то там. Я не могу сказать, что что-то сильно поменялось. Да, есть имена, которые всем известны и далеко за пределами, но опять же эти имена стали известными благодаря тому, что они появились за пределами Беларуси. Макс Кошаева, но в целом все как было, так все и осталось. Кого-то посоветовать, ну, я не знаю, много разных стилей и жанров, надо просто зайти посмотреть белорусские исполнители, забейте в YouTube, может что-то для себя хорошее, интересное найдете. Но вы ведь какое-то время на белорусском пели. Я? Есть у вас несколько композиций? Нет, я пел в школе на белорусском, но только в школе пел, собственно говоря, наша группа развалилась, и мы перестали этим заниматься. Насколько в этом смысле артистам интересен белорусский язык? Насколько он певучий? В последнее время интересен артистам белорусский язык. Пару лет назад выступала на Евровидении группа на V-Band, они впервые за всю историю участия в Беларуси исполнили песню на белорусском, что, несомненно, говорит о том, что белорусский язык, он востребован. Да, понятно, что он имеет определенные ограничения географические, потому что, как любой национальный язык, он имеет свою востребованность только на территории государства, где его понимают чаще всего. Но есть исполнители, которые практикуют это и поют, и это здорово, им нравится. Вы сказали, что пели на белорусском в школьные годы, сейчас нет желания, может, что-то подобное записать или как-то... Ну, что-то подобное нет, во всяком случае, все должно быть органично, понимаете. Если песня готова звучать на белорусском, то ее можно сделать, но, как правило, я занимаюсь чем-то другим. Да, напомню, что с нами на прямой связи Дмитрий Колдун, звоните и пишите, тоже участвуйте в нашей сегодняшней беседе. И вот хочу вернуться к Клаусу Майне, к тому, что вы рассказывали о этой встрече вашей. Вы говорили, что очень легко с ними было общаться все-таки. Иногда даже с российскими артистами, которые, может быть, не настолько выдающиеся, найти контакт гораздо сложнее, чем с зарубежными исполнителями. Ну, вы знаете, мы с ними потом встречались еще пару раз в Минск-Олене, когда они приезжали, и я выступал, ну, так сказать, назовем это так, на разогреве перед ними. И тоже они всегда заходили в гримерку, вспоминали те самые времена «Фабрики звезд». И абсолютно легкие на подъем, хотя им уже достаточно лет, чтобы у нас, наверное, в эти годы уже пора сидеть на кресле-качалке, если сумели на него заработать. Ну, они несколько раз, кстати, финальный тур у них был уже, мне кажется. Ну, это вообще особенность, мне кажется, вот таких славянских дел, просто возвращаться много раз и много раз прощаться. Поэтому у нас часто бывает такое, что человек уходит, чтобы вернуться. Ну, вот нередко все-таки говорят о том, что выдающиеся артисты, они во многом бывают очень простыми, с ними легко поговорить, они как-то не кичатся, может быть, своей популярностью. Вам приходилось со звездной болезнью среди российских артистов сталкиваться, как часто есть? Ну, чё ж нет, да, конечно. Я ж не буду сейчас рассказывать, кто и как себя ведет. Насколько это обостренно просто, распространено и обостренно на российском языке? Распространено и обостренно очень, очень. Ну, не все, конечно, есть приятные исключения, но чаще всего, конечно, так, как вы сказали. Как вы думаете, почему так? Ну, не знаю. Наверное, отсутствие воспитания какого-то просто простого самого. Ну, кстати, у вас не возникало предпосылок к звездной болезни? Возникало, и болезнь сама возникала. Собственно говоря, из-за нее меня выгнали с народного артиста, когда я стал там отпускать шуточки. Ну, вообще, когда я приехал на народный артист, мне казалось, что я настолько вообще крутой, что я просто... Вообще, ну, нет никого круче. Мне казалось, что те песни, которые я исполняю в кавер-версиях, они звучат круче оригинала. Я был настолько в этом уверен. И я просто мог говорить все, что хочу. В общем, меня оттуда выгнали. И после того, как меня показали по экрану, я стоял на остановке у себя там в Минске и подумал, вот, вчера был в экране, а сегодня здесь. Ну, и как-то попытался сделать из этого вывода и понял, что у меня звездная болезнь. Пошел лечиться домой. И как лечение осуществлялось? Ну, работал над собой, много думал. Ну, переосмысливал свое поведение и свои какие-то взгляды на жизнь. И пришел к тому, что, в принципе, я не особо-то достойный на тот момент был находиться в этом проекте. Это была такая лихорадка успешности? Не знаю, что вот пошатнуло эта уверенность в звездности у вас? Ну, как дорога, обламывают оленю. Он становится менее агрессивным. Он понимает, что он больше не может бодаться. Поэтому я хочу всем тем людям, которые были там и выгнали меня оттуда, сказать сейчас большое спасибо. Ну, кстати, чем вы сегодня определяете успешность артиста? Какой для вас критерий успешности существует? Вы знаете, наверное, это критерий успешности вообще для всего. Тут нет такого именно критерия успешности артиста или, не знаю, там, продавца чипсов. То есть, если человек делает все так, что люди ему верят и что он сам в это верит, понимаете, тогда дела не могут идти плохо. Чаще всего просто артист, если ты на него смотришь, и, может быть, даже его нет нигде, и ты ему веришь, для меня это уже успешный артист. Я думаю, что обязательно все, к чему он стремится, обязательно осуществится. Вот для меня это главный запал. Успех – это не только, не знаю, поддержка медиа. Успех – это когда ты приходишь на концерт, а там сидят люди. Вот это успех. Самый главный. И когда мне спрашивали, что самое главное – Грэмми или любовь зрителей, наверное, я выберу вторую. Но как заслужить это доверие в такой долгосрочной перспективе? Не в качестве вспышки мимолетной, а вот именно так? Никто не знает. На самом деле, это работа над собой, это работа над тем, что ты хочешь сказать со сцены. Это работа над тем, с кем ты хочешь работать. Потому что очень часто люди создают себе команду, которая просто использует тебя в качестве средства для зарабатывания денег, а потом просто выбрасывает. Это, наверное, нужно разбираться в людях. Поэтому это долгосрочный процесс, который после вспышки может либо пойти, либо нет. Но вам во имя успеха приходилось идти на жертвы какие-то? Может, слишком громкое слово, но так или иначе. Ну, дело не в том, что жертвы. Понимаете, я работал с тремя продюсерами. И это был сначала Виктор Дробыш, Сатин Киркоров, потом Александр Лунев. И с последним, когда я расходился, меня закрыли везде. Закрыли абсолютно везде, на всех радиостанциях, на всех телеканалах. Ну, просто поместили в карантин, потому что я пошел, так сказать, против устоявшихся уже принципов работы артиста и продюсера. И мне потребовалось около пяти или шести лет, чтобы начать свой путь заново. Это такая была жертва ради свободы. У нас еще есть звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Вот я звонил, еще один вопрос, который у меня возник. Вот Леонид Борас, который выступал на радио «Болтком» из «Квартета», и он сказал, что вот было ощущение, что меня не любит никто, кроме всех. Вот это ощущение народной любви, вот насколько оно искренне, или это все такое потребительское отношение, как, ну, может быть, это цинично и зло прозвучит, но к стиральному порошку. Вот насколько эта любовь искренняя и настоящая, или к вам, как к артисту, а только к товаров в какой-то степени? Спасибо. Спасибо вам. Интересный вопрос у вас. Я даже не знаю, как на него ответить. Ну, вы знаете, тут, наверное, есть все-таки разница, потому что я не улыбаюсь, например, или не плачу, когда смотрю на стиральный порошок, который вы упомянули. То есть я его не могу почувствовать, я не могу его понять. Тут, наверное, есть просто тип людей, которые, в принципе, не относятся к музыке как к творчеству, и тогда для него посещение концертов становится... Ну, может быть, там, жена взяла, например, с собой за компанию, и тогда он просто смотрит на это. Да, он вроде как бы потребитель, потому что он сидит на месте, за который кто-то заплатил за этот билет, и он смотрит на это, и, ну, вот, просто так. А если ты общаешься с человеком, если ты даешь ему что-то, и он тебе дает что-то, эмоции какие-то, потому что если ты выходишь с концерта, и ты не получил ничего, тогда, наверное, можно относиться к этому концерту, или к этому спектаклю, или вообще к артисту в целом, как к стиральному порошку. Ну, мне бы не хотелось, чтобы меня фасовали в мешки, в коробки и продавали на полках. То есть важно это послевкусие по окончанию концерта и те эмоции, которые есть внутри, которые переживает зритель? Ну, к порошку, наверное, гораздо ближе будут цифровые носители информации, вот это, наверное, да, это порошок, это вот, да, средство, потому что ты чувствуешь то, что уже сделано, а не то, что делается прямо сейчас на сцене. Все-таки концерт — это немножко другое, и люди, которые приходят на концерты, а, как водится, на нашем пространстве артисты зарабатывают все же большую часть своих средств именно на гастролях, то именно этим и определяется успешность того или иного артиста. Еще у нас есть звонок, да, сорвался, перезвоните, 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефон у прямого эфира, здравствуйте, слушаем вас. Да, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Ну, первое коротенькое замечание, голос очень честного человека, очень приятно слушать и очень приятно слышать такой русский язык, очень-очень хороший, высокий уровень. Спасибо. А вопрос следующий. Вот кого бы вы могли для себя определить как идеал или кумир, с которого хотелось бы многое снять, взять, реализовать и еще лучше что-то сделать? Это первый вопрос. И какой, на ваш взгляд, если возможно, лучший вариант взаимодействия артиста и продюсера, который вы могли бы привести? Да, спасибо вам. Я начну, наверное, с второго вопроса, потому что мне он как-то, я над первым еще подумаю. Что касается системы взаимодействия, то сейчас они, в силу того, что поменялось все, поменялось цифровое пространство и поменялось вообще общение между артистом и его аудиторией, все ушло практически по большей части в интернет, появились совершенно другие схемы взаимодействия, появились издательства, которые являются лейблами и которые являются, собственно говоря, продюсерами самих артистов. То есть не так, как раньше был Карабас-Барабас, и у него там артисты, которых он отправляет на гастроли и зарабатывает на них. Сейчас есть много площадок цифровых, поэтому, в принципе, как таковой продюсер, наверное, нужен только для того, чтобы подбирать этот материал. Но порой и сами лейблы издательства подбирают материал для своих артистов, если они его не пишут сами. Поэтому не знаю, насколько это оптимальный вариант взаимодействия артиста и продюсера, но это самый распространенный вариант сейчас. А что касается первого вопроса, я, честно говоря, его забыл, что там было. Мы попросим нашего радиослушателя перезвонить и озвучить его еще раз. У нас пока есть звонок, да, слушаем вас. Алло. Да, слушаем вас. Добрый день, Александр. Ну, присоединяюсь к предыдущему слушателю и хочу задать вам такой вопрос. Вот как вы относитесь к румянному течению рэперов? Ну и второе. Я с вами не согласен, что как бы незаметно Беларусь. Вот раньше Беларусь была, я бы сказал, в тройке. Вот Россия, Украина и Беларусь, ну это очень знаменитые были ансамбли, там и песниры, и вот дуэт у вас был, там у меня сестренки нет, пели. А сейчас практически ее незаметно. Спасибо. Спасибо вам. Ну, вы абсолютно правильно сказали, только я не пойму, с чем вы не согласны, потому что меня как раз спрашивали про современную белорусскую музыку, а вы как раз назвали, там, коллективы, конечно, в Беларуси было большое количество знаменитых на весь Советский Союз и не только коллективов. И вот пару лет назад не стало моего очень хорошего друга Александра Тихановича, который, собственно, был солистом группы Веросы, поэтому Беларусь, да, действительно очень заметно была. И опять я забыл второй вопрос. Про рэперов спрашивал наш слушатель. Ну, опять же, понимаете, рэп – это культура американская и культура, которая пошла, скажем так, оттуда. Не знаю, насколько она хороша и насколько она прижилась у нас. Понятно, что более старшее поколение не приемлет эту музыку в принципе, то есть она для них не является музыкой, потому что нет мелодии распевной, там нету широка. А страна моя родная, там вот этого нет всего, там есть четкие ритмы, речитативы, но она по большей части социальная, хотя сейчас много рэпа о любви, есть красивые песни. Может быть, не все они хорошие, но тут вопрос, наверное, в том, что сейчас, наверное, принято считать, что все, что рэп – это значит модно. Но, как и в любой другой музыке, есть хорошие песни, а есть, извините, отстой. А мат, кстати, в рэпе как оцениваете? Ну, мат в рэпе – это как, я не знаю, это как без мата рэп – это как пиво безалкогольное, наверное, ну, у некоторых, наверное, принято считать. Ну, какой-то суррогат. Ну, если культура подразумевает такое общение, и, в принципе, люди так живут и разговаривают просто между собой, то и песни у них такие же, с матом. Ну, как? Вот у меня, например, нет мата в песнях, поэтому мне хорошо живется. А то, что рэперы сегодня нередко врождают свою гражданскую позицию, участвуют в акциях протеста, например, в России, выступают там, что вы по этому понимаете? Нет, не обязательно быть для этого рэпером. По большей части… Потом через граждане громкие были связаны с рэперами. Некоторые делают это, я уверен, искренне, но тут, опять же, иногда хайпа ради. Поэтому рэперы чаще всего оказываются на этих всех демонстрациях и получают палкой. Искусство, на ваш взгляд, должно соприкасаться с болевыми точками в обществе? Есть ли у артиста задача нащупать и как-то высветлить с помощью своего творчества те моменты, которые необходимы? Вы знаете, это лично мое мнение. Каждый может ответить на этот вопрос по-своему. Я вот скажу только за себя. Да, я в своем творчестве всегда пытаюсь, чтобы мои какие-то слова и мелодии вызывали у людей какие-то чувства, какие-то воспоминания, ассоциации какие-то. То есть даже если они, может быть, не совсем относятся к любовной лирике, то есть это должны быть ассоциации любые. Если кто-то сможет так четко и точно впиться в сердце человеку, который что-то пережил такое страшное в своей жизни или что-то очень прекрасное, и спеть об этом. Ведь раньше очень много писали песни, например, о войне, потому что это было близко многим, и каждый через это прошел. И эти песни, лучшие из этих песен, они всегда попадали в сердце, потому что они пелись для тех, кто это видел и кто знает, как это, каково это, чувствовать эту боль или эту радость от того, что все закончилось. Сейчас наверняка есть какие-то ситуации, о которых тоже можно спеть, я просто за этим не особо слежу. Нету таких событий, которые объединяли бы всех, и о чем можно было бы петь, что рэп, что рок, что, не знаю, джаз. Еще у нас есть звонок, здравствуйте. Это слово, я... Да, спасибо вам, что вы перезвонили. Напоминаю о первом вопросе. В советское время было такое выражение, с кого делать жизнь. То есть я напоминаю о том, что меня интересовало, кто для вас, может быть, является образцом, ну, может быть, даже фумиром в вашем жанре. Это первое. И второе, это просто такое замечание. Вот такое ощущение, что сейчас российская потребляющая публика, которая кушает, так сказать, ласково то, что идет через мейнстрим, она уже на грани пресыщения вот всем этим. И близок тот момент, когда люди будут искать и, мне кажется, найдут очень многое на так называемой периферии бывшего Советского Союза. Я абсолютно убежден, что и ваши песни, человек из Белоруссии, они будут тем глотком свежего воздуха, в котором сегодня уже нуждается аудитория, для которой русский язык родной. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Что касается «С кого делать жизнь», вы знаете, так вышло, что я с самого детства слушал рок-музыку, и, в общем, у меня было очень много различных кумиров, что западных, что российских. Альбом у вас записан в стиле рок? По крайней мере, один. По крайней мере, один альбом у вас в стиле рок записан? Да, да, в 2009-м я записал, и тут такая ситуация возникла, понимаете, я всю жизнь хотел играть рок, и когда я выпустил первый альбом, он... Мне везде сказали, все площадки, которые сказали, те, которые занимались рок-музыкой, и через которые можно было донести эту музыку до слушателей, они сказали, не-не-не, дружище, ты там с фабрики звезд, вот иди тебе обратно туда. То есть, и тут я понял, что вот спросили про кумиров, вот для меня вот рок всегда был в качестве кумира как таковой, но после такого отношения со стороны, ну, неважно, рок это и музыканты, это и издающие компании, это все одно и то же, это одна и та же машина. То есть, получается, что рок оказался не таким искренним для меня, и вся эта вот система кумиров немножко для меня треснула, я не перестал любить рок-музыку, я ее также слушаю, но понял, что, наверное, мыслить о том, что есть какой-то кумир, и после того, как я начал общаться с людьми, которые, опять же, делают эту музыку, и узнавать их не так, как я себе представлял по их записям, по их концертам, а просто лично, были приятные, очаровательные совершенно самые люди, а было и совсем наоборот. Я понял, что я вообще не разбираюсь в людях, невозможно узнать человека, глядя на его концерт, ты просто вообще ни хрена о нем не знаешь, когда смотришь на его концерт, понимаете, поэтому с тех пор я не делаю кумира, есть просто люди, которые мне нравятся, и музыку которых я слушаю, но ты никогда не поймешь, пока не познакомишься с ним. Вот уже в завершении нашего интервью, говоря о людях, вы сказали, опять же, из интервью, что больше всего вас в них раздражает сверхискренность. Что это такое сверхискренность? Сверхискренность? Ну, знаете, есть у металлов сверхпроводимость, когда они сами начинают проводить ток при низких температурах. Ну, точно так же у некоторых артистов, когда им создашь какое-то определенное условие, ну, например, что-то случилось, ну, что-то случилось плохое или очень хорошее, ну, чаще всего плохое. Вот тут начинается сверхискренность работать. Вот люди настолько переживают за то, что что-то случилось, там, не знаю, кто-то погиб там или что-то произошло, что практически им нужно вызывать скорую. Ну, они пишут глубокомысленные посты, вот это для меня сверхискренность. Понятно, что каждый переживает эту потерю, и все переживают эти потери. Но некоторые переживают особенно искренне, и это всегда приятно. Спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Певец Дмитрий Колдун был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо вам, спасибо вам, всем хорошей музыке, хорошего настроения, ну и счастливого Нового года. Спасибо вам, всего доброго и до свидания.